Как уже говорил перед нами Волковицкая башня, две версии ее происхождения, появления. Первая официальная версия это декоративная мельница, которая носила исключительно ландшафтный характер и никогда не работала. Но таких мельниц мы не так много можем найти, аналогов мельницы в нашем регионе мы не найдем. Вторая версия, что башня была в три этажа, вот второй и третий этаж, наверху еще была какая-то площадка, которая это смотровая башня, которая во времена Новгородской республики еще была построена для обозрения площади и проверки нет ли здесь никакой возможности захвата, то есть для осмотра и предупреждения вражеских войск. Насколько она сейчас, вот состояние уже конечно разрушено, внутри можно зайти, все окна заложены, вот часть окон внутри очень хорошо видны и вход очень хорошо виден, мы сейчас обратим внимание на это. На бойницы похожи, да, вот эти окошечки? Она похожа на бойницы, но аналогов ей каких-то рядом строений никаких нет, то есть она вот самостоятельно, отдельно существующее помещение. С одной стороны мы увидим арку, с противоположной стороны мы тоже увидим арку, которая по консенсии была уже заложена. Вот она просвеживается здесь очень хорошо. Да, видно. Да, следы перестройки тоже очень разные, нижние, нижние части в разных даже частях, вот здесь например более крупные камни, и здесь одна часть правая, допустим, от левой отличается более мелкими камнями, если вы посмотрите, как она сделана. Вот был это декор или был это не декор? Вот все эти ниши, вот эти проемы, это оконные проемы находятся. Здесь тоже есть впечатление, что здесь был очень большой пробитый, что-то пробитый, вот правда действительно как пробитый. Ну да, может быть какими-то ядрами. И она уже заложена потом туфом, потому что туф, в основании он кое-где мы встретим, вот эти вот туфы, и вот они, а здесь в основном уже гранит идет. То есть тут тоже достройка, перестройка, да? И переделка, основание мы тоже не знаем, на какого основания она доходит, на каком фундаменте она стоит. Ну вот эти вот похожи на выборгские фундаменты. Фундаменты, да. А последствия... Видишь, чем ниже, тем крупнее. Да, чем выше, ну как часто бывает, может быть, конечно, и основание уже фундамента, но здесь нет возможности сейчас проверить, и ее особо никто не проверял. Ну Арочка, конечно, она хочет еще продолжение снизу, да? Снизу продолжение, смысл, и напротив нее тоже, вот вы как раз видите, это тоже арка, здесь можно сделать, вот она. Да. Она вот, что ж, хорошо, причем она... Да, вот эти вертикальные камни. Да, 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 вот вертикальные, вот замковый камень, вот у нас, вот здесь вот, да? Вот, вот. А дальше уже основной, это, вновь она была заложена, и вновь и гранитом, и уже туфом заложена она была. Поэтому здесь как будто ощущение, вот это вот, вот это... Это родное, по-моему, да? Такое на основании, по крайней мере, вот эта часть, вот эта часть родная, видимо. Да, 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 да. Делать такое сквозное, или декоративное, мне даже понятно, что это не беседка была, и трехэтажная. И здесь нет следов, чтобы они вот так вот поднимались, потому что окон очень много. Вот заложенные окна. Ну да, там тоже есть вот такие вертикальные камни. Причем оно вот, оно заложено вот аж до самого низа. Вот смотрите, как оно шло. Оно очень высокое. Вот оно какое окно. Да, да, да. Потому что вот здесь... Да, 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 вот арки тоже вот. Очень, очень хорошо. Большая, большая арка. То есть такую конструкцию делать почти пустую. Ну, больше вопросов. А вот, кстати, вторая, да, да, да. Вот она вот этого окна, вот оно было. Тоже не... Если оно было практически все стекля, прозрачно такое пустое, либо переделывалось. Просто смотри, два окна, тут дверь, арка, и все в окнах, ну, как бы везде получается пространство какие-то открытое. Для чего? То есть оборонительным сооружением оно не могло быть в таком виде. Смотровое считается, что она смотровое. Либо это потом уже прорубали эти окна, раньше бойницы были. И переделывали. Переделывали, да. Ну, оно само по себе отдельное стоящее здание, но оно больше вопросов вызывает, особенно если нет, неизвестно ничего по усадьбе, и сама не сохранилась усадьба. Да. Что там было? Там даже фундамент нормально не сохранилось. Что там было? Если бы мы сравнили по аналогии строительство усадебного дома, или там дворца, или строение, но его как такового нет. И нет даже тех, кто собственников. А год примерно какой-то? Век. Хотя бы век. Нет, это все... Ну, значит, она не преднепределена, если считать, что первое упоминание о Волковицах, это 1500-е годы. 1500-е годы. Они возводили часть оборонительных, возможно, или хотя бы смотровых сооружений для охраны. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»